Достигай Израиль и весь мир Божьи благословения и шалом, возлюбленные! Я слышу в моем духе, как Бог Отец говорит вам «Я люблю вас». Добро пожаловать на программу «Узнавай еврейского Иисуса». Синтия, мы продолжаем серию программ «Простые, но глубокие истины». Ты рассказывала мне о том, как Бог открыл тебе простую, но глубокую истину о том, что когда мы родились свыше, Отец начал перевоспитывать нас. Да, и мы можем упустить это, если не настроимся на серьезный лад. Написано, что когда мы принимаем Духа Святого, то становимся детьми для Него. И Он хочет перевоспитать нас. В этом мире у нас есть родители, и они несовершенны. Мы живем в темном мире, и поэтому они несовершенны. Но Бог хочет перевоспитать нас. И сегодня мы узнаем еще одну простую, но глубокую истину о Боге. Давайте смотреть и слушать, и учиться Божьим истинам. Баруха Шем, возлюбленные! Благословенное имя Господа! С вами Равин Кёрт Шнайдер. Мы продолжаем серию программ, которую я назвал «Простые, но глубокие истины». Я начал эту серию на прошлой неделе. И мы начали со стиха из книги Брэшит, что с иврита переводится как «Бытие» или «Начало». Я цитировал вам пятую главу, где сказано, что Енох ходил с Богом, а затем идет очень таинственное предложение «И не стало его, потому что Бог забрал его». Многие комментаторы Библии считают, что этот стих говорит о том, что Енох ходил в таком единстве с Богом, что Бог просто поднял его с земли и забрал к себе. Как же это сильно! Мне нравятся такие местописания, потому что они говорят о возможностях сверхъестественной победы, которую мы с вами можем получить, ходя с Богом. Иисус сказал «Все возможно верующему». Мы говорим не о религии, а о реальности. Мы говорим о сверхъестественной реальности. Мы говорим о том, что тот самый Иисус, который ходил по земле, исцелял больных, воскрешал мертвых и сгонял демонов. Тот самый Иисус работает и в нашей жизни сегодня. И в своем духовном хождении с Богом вы можете достичь очень многого, если поставите Бога на первое место в жизни и направите всю свою ковину, на иврите это фокус, и всю свою энергию на Него. Будьте послушны Ему, ходите с Ним. Наши возможности становятся безграничными, если мы действительно развиваемся в том, чтобы ставить Бога на первое место во всех сферах жизни и исполнять самое известное еврейское провозглашение, которое называется просто «Шма». «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». То есть, все должно быть только ради Него одного. В прошлый раз, в самом начале серии «Простые, но глубокие истины» я дал вам первый ключ к тому, как мы можем ходить с Богом так, как Енох, чтобы Бог сказал в конце нашей жизни «Ты ходил со мной». Запишите ключи, которые я дал вам на прошлой неделе. А если вы не видели наш прошлый выпуск, то обязательно просмотрите его. Я не просто что-то говорю вам. Слова, которые я даю вам, полны откровений и силы, и они изменят вашу жизнь, если вы примете их. Бог держит небо и землю Своим Словом. Его Слово живое и действенное. Оно острее обоюдоострого меча. Слово, которое я даю вам сегодня, — это меч, который обрежет ваше сердце настолько, чтобы вы могли ходить с вашим Творцом. Как мы ходим с Творцом, как Енох? Во-первых, мы во всем признаем Бога. В первую очередь, мы признаем то, что наша жизнь — это дар. Наш каждый вздох — это подарок от нашего Творца. Нам нужно это осознать. Если кто-то спрашивает у вас, как вы поживаете, то вы должны чувствовать побуждение сказать, «Я поживаю лучше, чем я заслуживаю». Каждый из нас живет лучше, чем мы заслуживаем. Мы не заслуживаем даже быть здесь. Мы не сделали ничего такого, чтобы заслужить появление в этом мире. «Наше существование — это дар от нашего Творца». Бог дал нам дар жизни. Бог дал нам в дар сознания. Бог дал нам в дар этот день. Как я уже говорил, возможно, сейчас у вас тяжелая жизнь, но, может, именно это нам с вами и нужно сейчас. Если вы проходите какие-то сложности, то, может, именно это вам и нужно сейчас для духовного исправления. Библия говорит, что Бог дисциплинирует всех своих детей. Возможно, то, что вы проходите, — это именно то, что вам сейчас нужно. Это может быть тяжело и больно, но это именно то, что вам нужно. Поверьте, пытайтесь понять свою жизнь, просто глядя на этот момент. Вам нужно увидеть всю картину. У Бога есть цель для вас. У Него есть для вас вечное предназначение. Для каждого из нас. И как сказала Суламифь из «Песни песней», «Подними с ветер с севера и принеси с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой». Также нам с вами нужен и северный ветер, который символизирует зиму и холод, и южный ветер, который приносит освежение и приятные чувства. Нам нужны они оба, чтобы мы могли расцвести полностью. Итак, мы должны признавать Бога во всем. Мы должны осознавать, что наша жизнь — это дар, и мы должны благодарить Его за все, что происходит в нашей жизни. Если вы каждый день будете признавать господство Бога над землей и над вашей жизнью, если вы будете за все благодарить Его и верить, что все это к лучшему, Библия говорит «за все благодарите Бога», потому что такова Его воля о вас во Христе Иисусе. Если вы верите, что Он действительно Господь, если вы осознаете, что ваша жизнь — это дар, если вы благодарны за этот дар, если вы всегда благодарите Его в хороших и в плохих условиях, то так вы создаете прекрасную платформу для того, чтобы ходить со своим Творцом. Об этом мы и говорили на прошлой неделе. А сейчас я дам вам второй ключ к хождению с Богом. Вы можете ходить с Богом, если будете понимать Его нахождение в вашей жизни. Понимание Его нахождения очень важно. Иисус сказал религиозным лидерам того времени, «Вы разбираетесь в состоянии неба и знаете, когда пойдет дождь, но вы не разбираетесь в духовных знамениях». Почему же это происходит? Всем нам нужно расти в понимании Божьего пребывания в нашей жизни. Многие из нас проходят что-то в жизни, и в этот период Бог стучится в наше сердце. Он пытается говорить с нами, но поскольку мы не распознаем, что Он с нами, не знаем о Нем или не понимаем Его, мы упускаем то, что Он желает нам сказать. Мы упускаем сообщения от Него. Бог послал в мир Своего Сына о Его имя Слово. Нам нужно осознать, что Бог всегда с нами в нашей жизни. Один из ключей к этому — это осознать, что Бог всегда говорит к нам. Вот почему. Его Сын назван Словом. Скажите, что делает Слово? Оно передает информацию. Это его основное назначение. Если вы хотите пообщаться с кем-то, то вы говорите Слова. По той же самой причине, во второй главе книги Деяний, когда Руаха Кадыш, это Дух Святой на иврите, сошел на первых верующих, он пришел в виде языков, языков пламени. Почему? Он явился как язык пламени. Он же мог явиться как голубь или как радуга. И Зекииль видел радугу над престолом Божиим. Но там он проявился как язык. Скажите, почему? Мы должны задуматься над этим. Не нужно просто прочесть об этом и двигаться дальше. Нам нужно остановиться на секунду и копнуть глубже. Почему язык, а не конь, к примеру? Один из пророков видел ангелов на конях и колесницах. Почему он явился как язык, а не в какой-то другой форме? Почему он не явился, скажем, как вода? Мы знаем, что вода символизирует Духа. И во всем, что делает Бог, есть определенная цель. Он явился первым верующим в виде языков пламени, потому что язык — это орган речи. языком мы говорим. Без языка мы не можем говорить. Дух Божий был дан церкви, чтобы передавать нам, говорить нам то, что говорит сам Бог. Итак, если подытожить то, что я только что сказал, нам важно понимать его нахождение в нашей жизни, потому что он всегда говорит к нам. Он — слово, язык, и он говорит к нам. Он говорит к нам через божественную интуицию, сны, различные обстоятельства. Он может говорить к нам через свои творения. Он может говорить к нам через других людей. Но очень часто мы упускаем все то, что он говорит, потому что не понимаем, что он находится всегда с нами, всегда в нашей жизни. Расскажите, что произошло. Эта женщина ничего не слышала от самого рождения. Она не могла говорить. Здесь много людей, включая председателя комитета по проведению крусейдов, которые знают, что эта женщина ничего не слышала, и она вообще не говорила. Я знаю эту женщину на протяжении последних 12 лет. У нас много общих друзей, а также мы работаем в одной организации в Уганде под названием «Дитя надежда». Она работает у нас уборщицей. Мы знали, что она не слышит. С ней приходилось говорить жестами, как это обычно бывает. Общаясь с ней, мне приходилось переходить на язык жестов постоянно. Но сегодня эта женщина впервые услышала. Она может слышать, и сейчас она попытается что-то сказать. Это было чудо. Было невероятно наблюдать за тем, как она впервые услышала. Ее уши открылись, и она все прекрасно слышит. Это невероятно усилило мою веру в Божьи чудеса. Моя вера стала сильнее, потому что я увидел, как Божьи чудеса реальны. Пожалуйста, услышьте меня в течение дня. Прислушивайтесь к Богу. Он говорит к вам в ваших обстоятельствах. Он часто пытается остановить или перенаправить нас через наши обстоятельства. Будьте внимательны, не будьте слепыми и глухими к действиям Святого Духа. Я не пытаюсь оскорбить вас, но многие из нас еще не проснулись. Присматривайтесь к тому, что Бог говорит вам через ваши обстоятельства, и будьте чувствительны к Его Духу. Не будьте твердолобами, а прислушивайтесь к Нему. Иными словами, если вы чувствуете в своем Духе побуждение сделать и сказать что-то, не будьте твердолобами, прислушивайтесь к Нему, и не делайте этого. Многие люди страдают, потому что Бог говорил им не делать того или этого, не вкладывать куда-то деньги, не жениться на том человеке, не есть ту пищу и многое другое. Но они не обратили на это внимание, потому что они упрямые, они сделали то, что хотели, и в итоге они страдают, потому что не смогли распознать Бога в своей жизни. Я также рекомендую вам быть очень внимательными к вашим снам. Отец Небесный часто говорит с нами в наших снах. В книге Иова мы читаем, что Бог говорит раз и два, когда человек крепко спит в своей постели. Бог пытается достучаться до нашего сердца и разума, чтобы дать нам инструкции. из Писания мы видим, что Бог очень много раз давал какие-то инструкции, указания людям во сне. Вспомните Иосифа, отца Иисуса. Как он узнал, что нужно забрать Иешуа в Египет, чтобы Ирод не убил его? Он узнал об этом, когда Бог сказал ему во сне, «Забери своего сына Иисуса в Египет». И Иосиф послушался. А как Иосиф узнал, когда пора забирать Иисуса из Египта в Израиль? Господь опять сказал ему об этом во сне. А как патриарх Иаков получил откровение о том, что Бог с ним, это произошло с ним во сне? Он лег спать на камне, и во сне он увидел лестницу, которая спускалась с небес. На ней он увидел ангелов, которые спускались и поднимались. Он проснулся и сказал, «Бог находится на этом месте». Он понял, что лестница, которую он видел, шла прямо на небо. А когда он увидел ангелов, которые спускались и поднимались по ней, он понял, что Бог с ним на земле. Как он получил это откровение? Во сне опять же. «Бог уберег меня от стольких неправильных решений с помощью снов. Также он направлял меня и готовил меня ко многим вещам. Я был внимателен к снам от неба. Я мог бы многое упустить, если бы, проснувшись утром, я не спрашивал себя, что мне снилось, и говорил ли мне что-то Бог этой ночью. «Если бы я просыпался и не задавал себе эти вопросы, то упустил бы очень многое». Послушайте, но вы же не робот. Бог не будет заставлять вас. Он не будет навязывать вам свой Святой Дух. Он ожидает вашей ответной реакции. Он хочет, чтобы мы с вами тоже любили его. Он ищет партнера в любви. Когда он говорит к нам, он не хватает нас за горло и не валит нас на землю. Он не тычет кулаком нам в лицо и не говорит, «Ты должен это принять». Нет. Он приходит к нам с любовью, а потом дает нам выбор. Слушать или нет? Принимать или нет? Он говорит, «Слушай, Израиль». То есть вам прежде всего нужно слушать, обращать внимание на его слова. «Слушай, Израиль». Господь Бог наш, Господь един есть. Слово «слушай» означает здесь слушать и повиноваться. То есть мы должны быть чувствительными к его духу и уметь распознавать его. Иногда какие-то люди говорят что-то в нашу жизнь. Нам, может, не нравится то, что они говорят, но мы должны спросить себя, «Может, в этом есть что-то для меня?» Мне не нравится, что говорит этот человек. Может, он сказал это с плохими намерениями? Возможно. В этом была частичка правды. А нужно ли мне прислушаться к тому, что он сказал, и изменить что-то в своей жизни? У некоторых людей ну, столько гордости, что они просто закрывают свое сердце и не слушают. Но если вы знаете Хашема, если вы знаете нашего Творца, то вам нужно обращать внимание на обстоятельства, слушать, что говорят другие люди, фильтровать это и спрашивать у Отца, а стоит ли принять что-то из этого во внимание? Дети Божьи, мы с вами можем ходить с Богом, как енох. Прежде всего, нам нужно признать нашего Творца, осознать, что наша жизнь — это дар от Него, и Он — Господин всей Вселенной. Затем нам нужно осознать Его нахождение в нашей жизни. А для этого нам нужно развить духовную чувствительность. Это еще не все. Оставайтесь с нами и не пропустите следующий выпуск этой важной серии программ Божьих благословений и шалом. Надеюсь, все понимают, что истины, о которых я говорю, реальны. Это не просто библейские истории или невероятные духовные переживания для нескольких избранных. Когда Дух Святой сошел на учеников в день Пятидесятницы, Петр сказал, что сбылось то, о чем говорил пророк Иоиль. Он сказал, когда сойдет Дух Святой, юноши будут видеть сведения, а старцам будут сниться сны. Иными словами, приход Духа Святого в нашу жизнь вылился в то, что Бог говорит с нами. Он говорит к нам разными способами. Как я уже говорил, Он говорит к нам через сны и даже через видения. Видения не обязательно должны быть такими, как у апостола Иоанна на острове Патнос, или как у Исаии, когда он упал как мертвый. Зачастую духовные видения очень тонкие. Это просто картинки, которые Бог посылает в наш разум. А если мы не обращаем внимания на простые картинки, которые Бог вкладывает в наш разум, когда я просыпаюсь по утрам и вспоминаю ту простую картинку, которую дал мне Бог, Он дает мне инструкции на этот день. Смысл в том, что мы должны признать, что Бог работает в нашей жизни и прислушиваться к Его водительству. Верно. Я тоже заметила это в моей жизни. Мне нужно присматриваться, нужно проснуться и осознать это. Вот почему мне нравятся твои программы. Они помогают нам перестроиться и высматривать знамения от Бога, которые мы упускаем. У меня очень глубокий сон, и когда я просыпаюсь, то ничего не помню. Может, некоторые из вас чувствуют себя так же. Равинкерт говорит, прислушивайтесь к своим снам, записывайте их, а вы просыпаетесь и ничего не помните. У меня все точно так же. Когда я сплю, то погружаюсь очень глубоко, но Бог все равно дает сны и хочет говорить со мной через них. И когда я просыпаюсь, Он хочет, чтобы я задумалась, что же мне снилось. Часто я ничего не помню, но Он все равно хочет, чтобы я задумывалась над этим и записывала свои сны. Иногда, когда я их записываю, приходит откровение, поэтому это очень важно. Бог говорит ко мне, но я могу это упустить, если не буду брать карандаш и не буду просить Его помочь мне вспомнить мой сон и записать его. Библия – это основание для нашей веры и основ учения. Но в Библии не сказано, на ком жениться, в какой колледж поступать, переезжать в другой город или нет, хотя Писание не говорит обо всех этих деталях, но о них говорит Дух Божий. Поэтому Иисус сказал, «Кто имеет уши, чтобы слышать, пусть слышит, что Дух Божий говорит церквям». Если вы признаете, что Бог действует в вашей жизни и будете чувствительны к Его Духу, то Он приведет вас на злачные пажицы. Пожалуйста, прислушивайтесь к Его голосу, ведь Он ваш друг. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословением. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет Своё имя на них и благословит их. Я ва-ре-хе-хе-я-ве ва-и-ш-м-а-ре-ха Я-эр-я-ве п'на-ве-ле-ха Ви-ху-не-ха И-с-а-я-ве П'на-ве-ле-ха Ви-ас-с-м-ле-ха Шалом Ом. Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Добротит Господь лицо Своё на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Мессии, узнавая еврейского Иисуса, достигая Израиль и весь мир. Жизнь на земле — это постоянная борьба. Присоединяйтесь к нам на следующей неделе, и вы узнаете, как вы можете победить плоть, чтобы достичь большего единства с Богом. Господь побуждает вас помочь Равину Шнайдеру. Он учит пастырей и несет Евангелие толпам людей в Африке, Южной Америке, Карибском бассейне, а также проповедует его в Израиле. И не стоит забывать про телеслужение, которое достигает мир для Христа. Ваша поддержка поможет Равину донести слово тем, кто никогда не услышит его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране, или позвоните по номеру, который вы видите на экране, и помогите изменить жизнь людей во всем мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Я молюсь о том, чтобы Бог сделал для вас нечто особенное. В это особое время в году, одно из того, что указывает на то, как сильно Бог делает ударение на этом времени в году, это то, что три раза в году Бог велит Своему народу приносить Ему особые жертвы. И кульминацией этих осеянных святых дней было то, что весь народ приходил в Иерусалим, чтобы принести Богу Отцу особую жертву. Я приглашаю вас в этом году принести Богу особую жертву, посеяв служение, узнавая еврейского Иисуса. Если Бог использует наше служение, чтобы вас благословлять, правда в том, что мы достигаем людей во всем мире, но без помощи народа Божьего мы не сможем этого делать. Если Бог благословляет вас через это служение, если вы с нашей помощью узнаете то, что не могли бы узнать, я прошу вас посеять особое пожертвование Богу Отцу через служение, узнавая еврейского Иисуса. Все, что вы делаете, вернется к вам меру добрую, утрясенную и нагнетенную. Я люблю вас и да благословит вас Бог. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, которые вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4-5-3-7. На земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телевизионная программа Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Заходите на Ютуб сегодня и посетите «Узнавая еврейского Иисуса». «Узнавая еврейского Иисуса»